Всем привет! С вами Маша Смолот. И сегодня я хочу сделать такой небольшой мастер-класс по созданию картины в стиле стринг-арт. Геометрия. Делать мы будем вот такое сердечко. Это картинка из интернета. Вы можете скачать любую свою, либо сами нарисовать. В общем, как вашей душе угодно. Я буду делать вот это сердце. У меня сейчас заказ на него, и я решила, раз уж я его делаю, надо снять. Здесь сегодня будет много болтовни. Обычно в моих видео я мало разговариваю, но сегодня что-то меня потянуло поболтать. Поэтому придется вам меня слушать. Дощечку я не стала снимать, как я делаю, потому что раньше я уже снимала много раз и просто не стала тратить ни свое, ни ваше время. Это панера 12-миллиметровая. Покрыта морилкой на водной основе ореха. Наверное, 4 или 5 слоев, я уже не помню. Между каждым слоем обязательно сушить. Потом покрыта матовым. По-моему, напополам. Потому что что-то больно блестит. Но лак довольно приятный. Хорошая укрылистость. Тоже на водной основе. Укриловый. Все это дело практически не пахнет. И, в общем-то, выглядит вполне прилично. Вот это... Значит, с дощечкой разобрались. Дальше. Что нам понадобится? Макет. Степлер для забивания гвоздей. Если у вас такого нет, то вы можете просто воспользоваться гвоздиками и молотком. Собственно, штифты для этого степлера. Видите, у него такие шляпки. Маленькие, квадратненькие, аккуратненькие. И мне очень удобно. Я их использую в портретных. В основном, потому что там необходим маленький диаметр шляпок. Так, с этим разобрались. Собственно, и так выглядит пачка. Фирма Dexter. Нитки заказчик выбрал вот такого цвета. Телесного, скорее такого бежево-телесного. Дальше ножнички подрезать. Узелки. Клей для этих самых узелков, чтобы это все не развалилось. И также подвес. В каждой картине я делаю подвес обязательно. Либо же кладу в комплект, чтобы заказчик сам решал нужный ему подвес или будет картина стоять. Ну а это все завершающий этап. Поэтому мы это откладываем. Ну что, сейчас мне необходимо отцентровать картинку и закрепить ее малярным скотчем. Закрепляем скотчем, чтобы это все не связалось. А эту сторону можно подвернуть. Так. Заправляем наш степер. Здесь у меня уже есть какое-то количество. Так. Ну и начинаем завивать гвозди. И самое главное забить по одному гвоздику в пересечении ниток. Собственно этим мы сейчас и займем. Закрепляем. 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 Закrinかった. Закрепляем. Рисов Jahre 가ilton. Закрепляем ровно. Она одна homepage. Закрепляем на самом Енинге. Иран-реи. Закрепляем на татьяне. Закрепляю. Закрепляем на самом деле. Запродушила шайга. Закрепляем на тWith. честно проверяйте все ли вы забили на всех пересечениях есть гвоздики если что конечно можно будет потом добавить но лучше проверить сразу следующим этапом нам необходимо сделать намот эскизную нить то есть это не та нить которая останется в конце мы ее удалим по завершению работы вот желательно взять это какой-то яркий цвет чтобы вы видели потом откуда ее вытаскивать у меня под руками оказался оранжевый я его буду использовать а для чего это нужно если мы сейчас сразу удалим бумажку то у вас останется кучка гвоздей которые вы впоследствии будете очень долго и муторно пытаться связать в эту композицию которая здесь выполнена вот именно для этого нам нужно сделать эскизную потому что когда удалится бумажка с эскизом самим у вас останется эта нить по которой вы уже очень легко и просто сможете уже итоговой ниткой сделать все и все получится с первого раза не придется переделывать поэтому сейчас мы завязываем узелок и по рисунку делаем контур ниткой это можно делать произвольно как хотите главное чтобы потом вы видели куда вам вести нить а и Ну а теперь самое нудное и долгое нам нужно удалить бумажку. Делать это нужно аккуратно. Самое главное здесь не снять из киев. Теперь для того, чтобы эту нивку, когда мы будем сверху накладывать, уже итоговую нитку у нас не зажало нитку эскизную и чтобы ее было легко вытаскивать. Я этим же пинцетом или любым предметом, главное чтобы это было не остро и не порезала вашу нитку, потихоньку опускаю эскизную нить вниз по гвоздикам, чтобы она была практически у основания. Тем самым, когда я буду класть итоговую нить, здесь ничего не застрянет и будет достаточно легко изъять. Вы можете также делать пальцами там, где широко и где он пролезает, а там, где не можете подлезть, то можно использовать что-то не острое, чтобы не повредить нить. Так, ну что, готовы к намотке. Несколько слов перед тем, как мы начнем. Можно сделать несколько вариантов намотки. Первый вариант. Привязываем ниточку и так же как эскизная нить в одну нить делаем. Это достаточно, ну, получится тоже самое другим цветом, но как по мне, так это не особо выразительно. То есть, либо надо нитку потолще, чтобы это казалось более эффектно, либо я использую другой вариант. Второй вариант. Это делать восьмерочку. Завязали узелок и ведем нить. Значит, сначала делаем восьмерку вокруг гвоздиков, а затем делаем по наружному краю гвоздик. Дальше. Переходим к следующему гвоздю. Опять восьмерочка и опять вокруг гвоздиков по наружному краю. Получается такой результат. То есть толстый штрих. Мне такой не подходит, я хочу параллельной линии. То есть у нас такая будет одна линия, но получится состоящая из двух ниток, параллельно идущих. Сейчас покажу. Мы делаем раз и переходим на другой гвоздик. И опять вокруг по наружному краю и переходим на другой гвоздик. Вот получается у нас такие параллельные, ровненькие, красивенькие линии. Сейчас это не очень выразительно, но вы увидите, как преобразится картина, когда я закончу. Продолжаем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Сейчас нам необходимо вынуть, чтобы по достоинству оценить получившийся результат, нам надо избавиться от эскизной нити. Поэтому подрезаем удилок там, где завязывали его. Только аккуратно не перережьте. Вот мы и закончили вытаскивать эскизную нить. И у нас получилось такое сердце. Весьма оригинальное. Делается очень легко. Поэтому, я думаю, справится каждый. Главное желание. Осталось приделать подвесик. Этим я сейчас и займусь. Такое у нас получилось сердечко. По-моему, очень даже удачное. Так что дерзайте, берите идею за основу и вперед. Создавайте прекрасное панно на стену. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь. Мне будет приятно. Всем пока.